И в продолжении нашей программы у нас будет очень приятная беседа с приятным человеком. Эльвира Гусейнова, эксперт по стилю, заглянула к нам в гости. Доброе утро! Доброе утро! Предлагаем тему такую, мы сегодня уже ее анонсировали с утра, это носки. Носочечки мужские. Какие они должны быть? Давайте это сегодня с вами обсудим. Да, какой длины с принтом или без, и как вообще, наверное, начнем с того, подобрать цвет носков под костюм. Ну вот давайте начнем с классического черного и, допустим, черной туфли. Соответственно, черные носки? Да. А если туфли коричневые? Смотрите, вообще есть несколько общих правил, с которых следует начать наш сегодняшний диалог. Первое. Ваши носки должны повторять в идеале цвет ваших брюк. То есть, если, неважно, это костюм, что угодно, они повторяют классические брюки. Они являются продолжением, да? Да, они являются продолжением удлинения вашей ноги. Поэтому, если брюки черные, мы надеваем черные. Если у нас, как вы говорите, коричневые, ну вообще коричневая обувь и черные брюки, это как-то так не очень такое понятное, симпатичное такое сочетание. Но если, например, вы надеваете, допустим, коричневые ботинки и темно-синие брюки, что, в принципе, является очень таким эстетичным сочетанием, то рекомендую вам посмотреть, опять-таки, если в идеале получается, то синие. И носки должны быть синими, но нам нужно, опять-таки, посмотреть, насколько, какого оттенка у вас коричневая обувь. Если она слишком светлая, то, конечно, можно выбрать какой-то промежуточный цвет. Но и вообще, если вдруг так получается, что у вас достаточно, ну, контрастная обувь по отношению к брюкам, допустим, да, и вообще образ, возможно, не очень классический, то есть другое правило, которое вас, ну, не поставит в тупик и вам подскажет. Правило, не одно, запомните же все. Мы остановимся на трех. Так, хорошо, это я постараюсь. Цвет носков должен повторять цвет какой-то детали вашего образа. То есть даже если, например, они не обязательно в классическом образе должны повторять, например, цвет ваших брюк, но должны сочетаться с какой-то деталью. Ну, например, там, я не знаю, может быть, там клетка вашей рубашки, может быть, там галстук, и, например, какой-то элемент может повторяться. Ну, допустим, я не знаю, у вас вот галстук, допустим, какого-то такого песочного цвета, и, например, у вас темно-синие брюки, там, коричневая обувь, почему бы не надеть коричневые носки? Это будет смотреться интересно, привлекательно. Ну и, наконец, третье правило, которое мы сегодня должны озвучить обязательно для того, чтобы мужчины наши чувствовали себя уверенно в носках, это, конечно, правило их длины. Какие бы носки ни были, однотонные или какие-то яркие, они обязательно должны иметь такую длину, чтобы не было видно голых ног. Голых, но волосатых ног. Да. А если дни волосатые? Это особый случай. В любом случае, вы должны позаботиться о том, чтобы носки ваши имели, во-первых, достаточную длину, да, а во-вторых, вы должны позаботиться о том, чтобы у них была хорошая резинка. То есть мало того, что они должны быть достаточно длинные, они не должны еще собираться на вашей ноге. То есть полностью выпрямлены? Да, то есть вся вот эта вот гармошка или вот эта вот собранность, она неприемлема для классического обуви, но не только даже для классического. Тянуты должны. Если такая гармошка начинает образовываться, это первый повод поменять носки? Да, это первый повод. То есть резинка растянулась, там уже пришла в него. Не знаю, только дырка заставит меня поменять носки. Вот, поэтому обращаем внимание именно на качество резинки. Она не должна вас перетягивать, но она должна быть достаточно широкой, в меру эластичной, чтобы она держалась на нужном уровне и ни в коем случае не позволяла собираться. А если шорты? Бриджи, ладно, бриджи. А с ними носки не носят. Ну или опять-таки носят спортивные. Носки все зависит от того, какая у вас обувь. Если у вас, допустим, кроссовки, то допускаются, например, короткие спортивные носки. А если у вас какие-нибудь из-подрилили или макосины, то тогда мы выбираем лоферы, то мы выбираем тогда следки, которых видно быть не должно. Вот так можно. Вы в руках держите носки красные, яркие, с белками. Бывают разные абсолютно. Там и герои комиксов, и мультяшные герои. Просто выдуманные, нарисованные. А такие носки в каком случае будут уместны? Ну вот смотрите. Конечно, сейчас, если мы обратим внимание на окружение, то цветные носки – это вообще такой тренд, который нас не отпускает уже несколько лет. То есть, мне кажется, лет пять назад начали носить эти цветные носки, так и все и носят. Ничего плохого или осудительного в этом не вижу. Когда мы подбираем такие принтованные носки, то, конечно, они у нас отвечают одному ли тому правилу, которое я вам озвучивала. То есть, они должны с чем-то перекликаться. Но и это правило в данном случае не имеет какой-то такой жесткости или строгости соблюдения. Но, на мой взгляд, важно понимать, когда вы надеваете яркие носки, во-первых, какого статуса мероприятия, на которое вы идете, и с какой целью вы туда идете. Потому что это два разных случая. Если, по сути, например, вы идете на какое-то не очень серьезное мероприятие, где не будет высокостатусных мужчин, не политическое, не высокоделовое, то, пожалуйста, вы можете надеть носки яркие, они могут у вас выглядывать из-под классических брюк, костюмов. Вы привлекаете к себе внимание. И, может быть, если хотите, действительно, чтобы вас запомнили, вас точно запомнят. Это единственный момент, чем можно привлечь внимание к себе. Да, да. Если не уверены вообще. Нет, ну, может быть, просто показать, что вы неформальный, ну, то есть, что вы близки к народу, что вы не такой холодный и сдержанный. А вот белочка... В принципе, возможно, я бы хотела акцентировать ваше внимание, что на таких мероприятиях можно запомниться хорошим вкусом, идеальным сочетанием галстук, рубашки. Ну, идеальным, это самый лучший вариант, да? Да. А не то, что мы надели там цветные носки, а потом кверху там... Вот. Черт и что. Да. И поэтому здесь нужно смотреть действительно, какого статуса мероприятия и каким статусом обладаете вы. Если нет никаких ограничивающих мер, ну, в данном случае, то, пожалуйста, надевайте те носки, которые вам в вашей душе угодны. И в таком случае вы будете выглядеть, ну, вот именно так, как хотите. Хорошо. А такой вариант, Ильюра. Разные носки? Разные носки допустимы на футболе, на каких-то спортивных мероприятиях. В принципе, это возможно в каком-то неформальном образе. Это разве не говорит о том, что я не мог найти вторую пару там? Ну, смотрите, если вы сейчас вспомните достаточно известных производителей, которых уже сейчас нет на российском рынке, то у них, например, в продаже имелись пары кроссовок, которые были совершенно разные. Правда? Я не видел даже таких. Серьезно? Мимо меня. Один черный, другой белый или прям по форме разные? Ну, один красный, другой синий. Но стиль одинаковый, ну, в плане дизайна. Так и с носками примерно так же. Все хорошо. Ну, и в финале разговора, наверное, давайте обратимся к нашим мужчинам, которые, к сожалению или к счастью своему, да, в жизни имели опыт только с белыми и черными носками. Кто же им подскажет, что есть еще и другие цвета? Что в этом случае сделать? Знаете, мужчины, это такие создания, им правило должно, чтобы они его соблюдали, правило должно быть жестким. Жестким и конкретным. Белые носки мы носим только в спортзал. Вот при таком правиле, я думаю, мужчины запомнят, что на все остальные случаи надо как-то выбирать, смотреть, оценивать и подбирать в зависимости от того. А если белые с принтом? А то же самое. Все равно спортзал? Да, но есть такие носки. Есть любители, которые покупают сразу 10 пар, это очень выгодно. Белых. Но проблема заключается в этой покупке в том, что они одинаковые. Это не очень хорошо, правда же? Да, но вот я говорю, есть какие-то... Выгодно, но... Есть какие-то предметы гардероба, от которых мужчинам стоит избавляться или вообще не иметь. То есть это, например, черный костюм и белые носки. Ну, это оттас полный. А еще в сочетании с макосинами. Да. Этот разговор можно продолжать бесконечно, оказывается. Хорошо, что Эльвира к нам ходит регулярно и постоянно. Поэтому, друзья, благодарим Эльвиру Гусейнову, эксперту по стилю. Сегодня раскрыла нам все правила про мужские носки. Продолжение следует...